Очень многие люди банально сегодня без средств к существованию. Здравствуйте, друзья! На захваченных территориях Украины Россия продолжает самым бесцеремонным и циничным образом грабить местное население. Происходит это в самых разных формах. Например, у одних бизнесменов все банально отбирают. Других заставляют отдавать часть своего имущества. Например, я уже писал о том, как фермеров заставляют отдавать треть урожая за право получить специально желтый пропуск, который позволяет им вывозить свою продукцию, возить ее по оккупированной территории Запорожской, Херсонской области. Если такого пропуска нет, то, соответственно, вывезти урожай становится невозможно, и он просто сгнивает. Ну а в целом население оккупированных территорий грабят с помощью искусственно установленного невыгодного курса валют. Своим решением оккупационные власти искусственно понизили курс гривны. При этом цены они продолжают считать в рублях. Из-за этого, из-за такого подсчета, цены на оккупированных территориях, на самые разные товары и услуги взлетели до небес. И местные жители теперь не в состоянии не только оплачивать коммунальные услуги, но и покупать некоторые виды продуктов. После наложения санкций на Россию, импорт в эту страну фактически прекратился. Кроме того, российские власти запретили продавать валюту в розницу, населению в банках, запретили людям снимать со счетов доллары. То есть, таким образом, в России официальный курс рубля к доллару как бы вырос. Но при этом этот официальный курс остается виртуальным, потому что за эти деньги купить наличные доллары в банках невозможно. Рубль как бы подорожал, но и рубль особо никому не нужен. То есть, на мировом рынке купить за него практически ничего нельзя, сколько бы он там ни стоил. Но теперь на оккупированных территориях Украины захватчики вводят в оборот рубль. И цены пересчитывают по официальному российскому курсу, который, естественно, местному населению не выгоден. Указом вот этой оккупационной администрации, курс гривны к рублю установлен на уровне 1 к 1,5. При том, что до войны этот курс составлял 1 к 3. Таким образом, всех жителей, оккупированных в 2022 году территорий Украины, у которых были сбережения в гривне, в один момент сделали в два раза беднее. При том, что в реальности курс гривны к доллару действительно упал, но упал всего лишь на 30%. Вот, например, как выглядят сейчас цены в магазинах Мариуполя. Цены на товары указаны в рублях и в гривнах. И в гривнах, как вы видите, они совершенно чудовищны. Мы видим, что таких цен на подконтрольных Украине территориях не существует. В Мариуполе сахар, например, стоит 89 гривен за килограмм. На подконтрольной территории порядка 30-35 гривен. То есть в Мариуполе в 2,5 раза выше. Даже рост курса рубля не объясняет такого повышения, потому что ну не в столько же раз. Они просто в наглую грабят несчастных людей, пользуясь вот этим страшным горем и бедственным положением, в котором оказались жители Мариуполя. Подсолнечное масло в Мариуполе, вот, пожалуйста, стоит 140 гривен. На подконтрольной территории это порядка 60-75 гривен. То есть в 2 раза дороже у оккупантов. По колбасе тоже все видят и понимают, что совершенно неадекватные цены. На подконтрольной территории Украины таких цен нет даже и близко. То есть это дороже не на 30-40 процентов, это дороже в разы. Эти продукты просто не могут столько стоить. Мариуполь цены за хлеб в 2 раза подняты цены. Это просто люди. Вот за 200 грамм хлеб. Раньше покупали мы за 20 гривен, там с копейками. А сейчас он, вот, небольшая пуханка хлеба, 48 гривен. Это вообще как, ну, блин, какого хрена? Ожрать-то шоу. Я молчу уже за мясо, просто молчу. Мы видим, что оккупантам мало того, что они лишили людей работы, жилья, средств к существованию, какого-либо будущего, лишили их соседей, знакомых, разрушили, превратили в руины их город, они еще и норовят ограбить всех, причем каждого, независимо от того, кто это, пенсионер или предприниматель. То есть, несмотря на все то горе, которое люди пережили, пришли оккупанты, и даже тут норовят каждому буквально залезть в карман. Конечно, это абсолютная, просто-таки неописуемая подлость. Похожая ситуация и на оккупированной территории Запорожской области. Там грабеж населения происходит настолько нагло и цинично, что об этом начинают открыто говорить уже даже российские пропагандисты. Например, известный российский блогер Юрий Подоляко, который вообще-то поддерживает войну с Украиной, пропагандирует ее, записал ролик, в котором рассказал о бедственном положении жителей оккупированного Бердянска. По его словам, за весь период оккупации Россия выплатила жителям вот этих подконтрольных ей территорий Запорожской области только порядка 10 тысяч рублей. Вы представляете, вот за все время, там с февраля, пенсионерам, бюджетникам заплатили только лишь по 10 тысяч рублей. Люди остались просто без средств, зато при этом цены выросли в разы, как на продукты, так и на коммуналку. Поводом для данного выпуска стало решение новых бердянских властей о введении с 1 июля новых коммунальных тарифов для жителей, соответственно, города Бердянска. Причем, вы знаете, сразу я получил и в личку, и я вот увидел у Олега Царевого возмутительные письма людей о том, что же это такое, как можно такие высокие тарифы ставить, и я, вы знаете, с ними абсолютно согласен. Российская пропаганда годами эксплуатировала тему высоких коммунальных тарифов в Украине. Они рассказывали, что вот у вас, мол, так все дорого, потому что украинцы захотели вступить в Евросоюз. Такая расплата за евроинтеграцию. Если бы дружили с Россией, то тарифы были бы низкими. И вот пришли россияне, оккупировали часть территории Украины, и первым делом, что они делают, задирают коммунальные тарифы до небес. То есть пришла Россия, и все стало стоить очень дорого. В разы дороже, чем было в якобы нищей, вот этой бедной Украине, где якобы, если верить российским пропагандистам, тарифы были очень высоки. Сегодня, например, в Бердянске была, вернее сегодня, вообще за все время проведения специальной военной операции, единственная выплата рубля для пенсионеров, людей, которые социально не обеспечены, а также тех людей, которые работают в новых государственных службах. Это, по-моему, по 10 тысяч рублей. Ну, чтобы, как говорится, не протянули ноги. Больше пока никаких выплат нет. А еще хочу напомнить, что обычные товары, которые вы покупаете сегодня в России в магазине, для жителей Бердянска намного дороже стоят, чем обычному россиянину. В том числе, кстати, и бензин. В том числе потому, что местные власти до сих пор не решили проблему со спекуляцией. А иногда, к сожалению, и сами в этом участвуют. Местные власти, это он имеет в виду оккупационную администрацию, которую на самом деле вообще никто не выбирал. Она не представляет местное население. Ее назначили захватчики. И все, что она делает, это по признанию самих же россиян, просто грабит несчастных местных жителей, грабит оккупированные территории. И вот это, друзья, на самом деле то, ради чего все и затевалось. Какими бы высшими целями российское руководство не объясняло вот это вторжение в Украину, якобы там это борьба с фашистом, с НАТО. На самом деле все очевидно. Мы видим, что истинная цель это банальный грабеж, банальная нажива на самых незащищенных, самых бедных гражданах. Вот поделитесь этой информацией. Это очень важно. Давайте донесем до всех правду о том, что там происходит. Поделитесь видео и подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.